Сегодня мы с вами рассмотрим тему квадратный корень из числа. Арифметический квадратный корень. В формулировке темы встретилось известное вам понятие – корень. С чем ассоциируется у вас слово корень? В биологии это неотъемлемая часть растений. В языке – значимая часть слова. А в математике мы встречаем слово корень при решении уравнений. Вам уже известно, что корнем уравнения называется значение переменной, которое обращает это уравнение в верное числовое равенство. Вы уже знаете, что квадрат числа 6 равен 36. А чтобы получить число 100, надо возвести в квадрат число 10 или минус 10. А корнями уравнения х в квадрате равен 64 являются числа 8 и минус 8. Рассмотрим задачу. На площади 16 квадратных метров необходимо нарисовать квадрат для игры в мяч. Какую длину должна иметь сторона квадрата? Можем ли мы найти сторону квадрата известными нам действиями? Конечно, мы можем решить эту задачу с помощью составления уравнения, обозначив сторону квадрата через х. Тогда его площадь будет равна х в квадрате. Отсюда и получим уравнение х в квадрате равен 16. На данный момент мы с вами можем только подобрать числа, квадрат которых будет равен 16. Это минус 4 или 4. Первый корень нам не подходит, так как сторона квадрата не может выражаться отрицательным числом. Значит, ответ 4 метра. При решении данной задачи мы смогли подобрать корни уравнения х в квадрате равен 16 и записать их. А можем ли мы подобрать и записать корни уравнения х в квадрате равен 15? Чтобы выполнить это задание, нам необходимо познакомиться с понятиями квадратный корень из числа, арифметический квадратный корень. Если вы внимательно будете слушать и хорошо усвоите данную тему, то будете знать определение квадратного корня из числа и определение арифметического квадратного корня из числа, уметь отличать понятие квадратного корня из числа и арифметического квадратного корня, преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. Итак, обратимся к определению. Квадратным корнем из числа а называется число, квадрат которого равен а. Например, квадратными корнями из числа 81 являются числа 9 и минус 9, так как 9 в квадрате равно 81, и минус 9 в квадрате тоже равно 81. Запомните, из числа 0 существует только один квадратный корень, это число 0. Квадратного корня из числа минус 49 не существует, так как квадрат любого числа есть число неотрицательное. Найдем квадратные корни из числа 169. Это 13 и минус 13, так как 13 в квадрате равно 169, и минус 13 в квадрате тоже равно 169. А квадратными корнями из числа 3681 будут числа 6 девятых и минус 6 девятых. Вам уже известно, что квадраты противоположных чисел равны. Значит, из положительного числа существует два квадратных корня. Один из них положительный называется арифметическим квадратным корнем из этого числа. Отсюда вытекает определение. Арифметическим квадратным корнем из числа а называется неотрицательное число, квадрат которого равен а. Арифметический квадратный корень из числа а обозначается символом, который вы видите на экране. И читается арифметический квадратный корень из числа а. Так можно записать, что арифметический квадратный корень из числа 9 равен 3, а арифметический квадратный корень из числа 81 равен 9. Знак арифметического квадратного корня называют знаком квадратного корня или радикалом. При чтении выражений, содержащих знак арифметического квадратного корня, слово «арифметический» часто опускают. Например, выражение, которое вы видите на экране, можно прочитать. Квадратный корень из 64. Итак, вы уже знаете определение арифметического квадратного корня. Сейчас, используя это определение, докажем, что квадратный корень из 100 равен 10. Так как 10 – положительное число, и 10 в квадрате равно 100, то квадратный корень из 100 равен 10. Теперь решите самостоятельно номер 1,8 из учебника. Видео поставьте на паузу. Действие нахождения арифметического квадратного корня из числа называют извлечением квадратного корня из числа. Найдем значения корней, которые вы видите на экране. Квадратный корень из 0,81 равен 0,9, так как 0,9 в квадрате равно 0,81, и 0,9 – это положительное число. Квадратный корень из 36,64 равен 6,8, так как 6,8 – положительное число, и 6,8 в квадрате равно 36,64. А чтобы извлечь квадратный корень из смешанной дроби, сначала ее необходимо перевести в неправильную. Отсюда квадратный корень из 18,7 будет равен квадратному корню из 169,9 равен 13,3 или 4,1, так как 13,3 – положительное число, и 13,3 в квадрате равно 169,9. Извлечь квадратный корень из минус 36 невозможно, так как не существует числа, квадрат которого равен отрицательному числу. В таком случае пишут, что выражение не имеет смысла. Сейчас самостоятельно решите номера из учебника, которые вы видите на экране. Видео поставьте на паузу. Найдем значение выражения, которое вы видите на экране. При нахождении значения числового выражения, содержащего квадратный корень, сначала вычисляется значение квадратного корня, а затем выполняются действия по порядку. Поэтому сначала извлечем квадратный корень из 0,01. Он будет равен числу 0,1. После из 6,25. Он будет равен 2,5. Далее выполним действия по порядку и получим ответ – минус 2,9. Теперь выполните номера из учебника, которые вы видите на экране. Видео поставьте на паузу. Чтобы упростить вычисления при нахождении значения следующих выражений, необходимо вспомнить формулы сокращенного умножения. Разность квадратов двух выражений равна произведению разности этих выражений на их сумму. Отсюда получим, что квадратный корень из разности квадратов 41 и 40 равен квадратному корню из произведения разности этих чисел и их суммы. Вычислив значение выражения в скобках, получим квадратный корень из 81, то есть 9. Чтобы вычислить значение следующего выражения, вспомним формулу квадрата разности. Квадрат разности двух выражений равен сумме квадратов этих выражений без удвоенного их произведения. Отсюда, применив данную формулу, получим следующее выражение. Вычислив значение выражения в скобках, получим квадратный корень из 36 равен 6. Сейчас самостоятельно решите номера из учебника, которые вы видите на экране. Видео поставьте на паузу. Теперь вы уже можете преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. Вернемся к уравнению х в квадрате равен 15. Чтобы решить данное уравнение, необходимо найти квадратные корни из числа 15. Вы уже узнали, что существует 2 квадратных корня из положительного числа. Значит, данное уравнение имеет 2 корня. А записать ответ нам поможет значок арифметического квадратного корня. Получим, что х будет равен минус квадратный корень из 15 или квадратный корень из 15. А к какому множеству чисел относятся полученные числа, это вы узнаете при изучении следующей темы. Задания со звездочкой зачастую вызывают затруднения. Рассмотрим некоторые из них. Найдем значение выражения, которое вы видите на экране. Сначала найдем квадратный корень из 1296. Для этого можно и воспользоваться таблицей квадратов натуральных чисел на форзице учебника. Получим 36. Далее найдем квадратный корень из 36. И получим ответ. Для нахождения значения следующего выражения сначала переведем смешанное число в неправильную дробь. Получим квадратный корень из квадратного корня из числа 256.81, который равен квадратному корню из 16.9, равен 4.3 или 1.1.3. А как выполнить вот такое задание? Для решения данного задания еще раз вспомним важные моменты. Вы уже знаете, что корнями уравнения х в квадрате равен 16 являются числа 4 и минус 4, так как 4 в квадрате равно 16 и минус 4 в квадрате тоже равно 16. Уравнение х в квадрате равно минус 25 не имеет корней, так как квадрат любого числа есть число неотрицательное, а уравнение х в квадрате равен 0 имеет единственный корень, число 0, так как число 0 является квадратом только одного числа. Значит, уравнение х в квадрате равен разности а и 1 будет иметь два корня, если разность а и 1 положительна, то есть при а в большем единице. Уравнение не будет иметь корней, если разность а и 1 отрицательна, то есть при а в меньшем 1. И уравнение будет иметь только один корень, если разность а и 1 равна 0, то есть при а равном 1. Сейчас самостоятельно решите номера из учебника, видео поставьте на паузу. Итак, сегодня вы узнали определение квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, учились отличать понятия квадратного корня из числа и арифметического квадратного корня, выполнять задания на нахождение значений выражений, содержащих квадратные корни. Для того, чтобы лучше усвоить данную тему, вы можете продолжить решать номера из учебника. Если у вас возникнут вопросы, связанные с решением вышеуказанных номеров, то вы можете обратиться к таблице на страницах учебного пособия, где рассматриваются основные примеры с решением и подробным описанием последовательных действий. После вы можете проверить свои знания, выполнив тест.